Всем привет! Вы на канале Покажеварим. Как всегда, простые и практичные рецепты у меня. И сегодня у нас курица. То есть, вот как приготовить классный ужин, чтобы не сильно заморачиваться, чтобы не тратить много посуды, чтобы все приготовить, засунуть, грубо говоря, и приготовить. Вот сегодня у нас ровно такой формат. Мы приготовим курицу с грибами. У меня здесь вешенки и шампиньоны. И вообще сегодня будет очень вкусно. Советую взять на вооружение такой рецептик. Погнали! У меня здоровенная курица. Ну как здоровенная? Просто обычная нормальная курица. Не цыпленок, а прям действительно курица-бройлер. В общем, что мы с этой курицей делаем? Мне ее распластать надо. Я вырежу, как всегда, хвостик на всякий пожарный, чтобы, знаешь, вот всякую вот эту жирюку тоже уберу. Можно избавиться от лапок, чтобы они не подгорали, потому что они маленькие, они быстрее всего приготовятся. По суставчику вот так вот их вырезать. Я курицу хочу распластать. Для этого я по спинке разрезаю ее вдоль хребтины. Вот так вот. Раз. Когда я курицу распластвую, я стараюсь это сделать довольно равномерно, поэтому использую молоточек. Вот так вот по суставам, и она ляжет хорошо. На этом этапе курице нам добавить вкус, который вы любите. Используйте специи. У меня камис, мой старый добрый партнер, мы сегодня с помощью камиса сделаем очень вкусную курицу. Начнем мы с черного перца. Поперчим курочку. Тоже перебарщивать не надо, потому что кроме перца у нас еще много вкуснятины будет. Например, копченая паприка, которая придаст курице легкий копченый привкус, ну и плюс папричную сладость. Отлично курица подходит. Паприки вообще можно не жалеть, она плюс еще цвета отличного даст. Паприки добавляйте. Не, ну перебарщивать тоже не надо, конечно. Все в рамках разумного. И посолим. Я использую морскую соль с травами. Очень вкусная. Вообще камис это огромное разнообразие натуральных трав, специй, приправ, которые вы можете использовать к мясу, к рыбе, для вегетарианских блюд, для диетических. Все это сделает ваше блюдо вкуснее. Для того, чтобы вот это все объединить, нам надо немножко растительного масла, ну желательно оливкового, конечно же. И вот так вот с маслом делаем массаж курочки. Со всех сторон. Только внутри будьте осторожнее, тут все-таки могут попадаться какие-то острые косточки. Изюмительно. Берем противень, я застилаю фольгой. Ну так практично, я вообще теперь все застилаю фольгой, чтобы потом поменьше мыть. Я сейчас делаю подушку для нашей курицы. Ароматную. Которая даст дополнительных и ароматов, и вкусов для курицы. На противень растительное масло. Выкладываем вот так вот лайм. Я думаю достаточно. Сюда добавим свежий розмарин. Который будет снизу курице отдавать аромат. Все, достаточно. Тоже перебарщивать не надо с розмарином. Больно уж хорошая травка. И сверху вот так вот курочка у нас выкладывается. И буквально минут на 15, пока закинем ее подпечься. 180 градусов. Пока курица начала готовиться, мы приготовим все остальные ингредиенты. Это у нас грибочки. Они тоже запекутся вместе с курицей. Шампиньоны, вешенки и еще несколько вкусных штук. Вешенки разделяем вот так вот с хвостика. Удобнее всего срезать. В какую-нибудь посудину, просто чтобы удобно нам было. Шампиньончики. Сгружаем к вешенкам. Мы добавим еще пекинской капусты. Граммов 150. Чисто так, чтобы зеленуха у нас была какая-то крупноформатно. Один чили перчик. Он когда запечется, он не будет очень острым, а станет очень вкусным. И черри, я думаю, что вот несколько штучек. Так, теперь мы это все обильно заливаем маслом. Вкусным оливковым. Солим. Добавляем вкусный соевый соус. Соли, соевый соус балансируйте. И то, и другое соленое. Но соевый соус для вкуса очень хорошо сюда подойдет. Поэтому чуть меньше соли и соевый соус. Либо можно не солить и добавить просто соевый соус. Больше никаких специй я сюда не добавляю. Этого достаточно. Все перемешиваем и будем закидывать в противень. И чеснок, конечно же, конечно же, надо добавить чеснок. Три зубчика смело для аромата. Так, 15 минут прошли. Закидываем овощички. Распределяем равномерненько вот так вот. И отправляем обратно в духовку. Я думаю, что минут на 30-40. Но буду смотреть по обстановке. Что, лапочка наша готова. Смотрите. Просто щедевр. Вот для этого я курицу сначала 15 минут начал готовить. Потому что если бы я засунул вместе с грибами, они бы высохли в хламину. Короче, курочка. Даем немножко остыть и можно наслаждаться полноценным ужином. Слушай, ну кайф. Вообще ароматы ей бомбические. Вообще, когда жарится курица, это класс. О, боже. Это прекрасно. Слушай, я что-то давно не готовил целую курицу. И сейчас кайфую искренне. По факту все готовилось сейчас в духовке 30 минут. Ну, возможно, если курицу больше купить, то, наверное, можно и подольше готовить. Но сначала 15 минут для курицы и потом 30 минут вместе за глаза хватает. Потому что дальше уже есть шанс пересушить. Ай, смотри, косточка досталась, да? А мясо-то вот оно. Так, давай попробуем. Попробуем, что у нас получилось. А корочку. Зря, что ли, она у нас хрустященькая вышла. Слушай, вот копченая паприка. Копченая паприка. Это тема. Попробуйте добавлять. Аромат, как бы, копчения сложно определить вот в таком виде. Но вкус на корочке и сладость, и такая копченость прикольная. Честно говоря, первый раз готовил с копченой паприкой и изумительно получилось. Огонь. Грибочки. Слушай, какой кайф. Тоже отлично приготовились. Они вот в углах немножко, правда, подсохли вот здесь вот. Но в целом грибы отлично тоже. Полчаса. Можно даже, наверное, минут на 25 овощи добавлять, либо покрупнее чуть порезать. Изумительно. Отлично. Бомбический домашний рецепт. Очень практичный, очень простой в приготовлении. Делайте картошечки. Но единственное, ее немножко, наверное, подварить стоит, потому что за это время она не запечется. Но если на маленькие дольки, то и запечется. Но лучше подварить маленько, а потом в духовку. А так изумительно. Очень вкусно. Благодаря Камис это еще вкуснее. Ребят, ссылка на Камис, естественно, в описании. Переходите. У них куча крутых рецептов. Я надеюсь, мой рецепт тоже окажется. У них же, ребят, добавляйте на сайт. Ну, серьезно. Ну, у вас такого нет. Будет, будет. Классный рецепт. Отлично. Копченая паприка просто огонь. Короче, все ссылки в описании. Вам повторять. Спасибо за просмотр. Всего вам вкусного. А мы с Димоном садимся есть. Димон. А, Димон. Он вам не Димон, кстати. Про тебя, что ли, наверное, снимали. Ты посмотри, блин. Она просто вау. Она вся сочится. У меня дочка любит ножки. Надо ей оставить. А грибочки? А помидорчики? Черт. Аминь.